К нам присоединяется Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Давайте начнем с ситуации на фронте. Вы накануне в интервью заявили, что враг просчитался в тактических наступальных операциях. Могли бы рассказать подробнее, в чем этот просчет и на каких направлениях? Ну, в первую очередь, стратегия была такая, дезориентировать наши силы и средства. Особенно на востоке и на юге способом нанесения тактического перехода на стратегический удар на Харьковском и Сумском направлениях. На эти секторы примерно готовы до 50-70 тысяч именно военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Несколько тысяч танков, БТР, БМП, артиллерийских и ракетных систем. Соответственно, при поддержке авиации, особенно КАБами, нетрадиционными моделями типа термобарические снаряды. Для того, чтобы именно иметь очень эффективную демонстрацию успеха, завоевать плацдармы. И дальше уже пытаться выйти на новую стратегическую линию уже на территории Украины. Это Харьковское направление примерно 40-50 километров до Харькова и Сумское движение на Сумы. Соответственно, в этой ситуации противник спешил предполагать то, что мы будем получать эффективно вооружение, технику и особенно боеприпасы. Это было ускорено во время встреч, например, с Кэмероном, министром странных дел Британии, Энтони Блимкиным. Когда он прибыл в Киев, сроки поставок сократились не 3-4 недели, а примерно 6-7 дней. Это, конечно, по нодиу России они уже видели это все. То, что есть время на протяжении нескольких дней для того, чтобы, возможно, свободно зайти на эту территорию, и мы не окажем сопротивления. Или снимем оперативно часть наших средств с Востока. И это главная задача. Вы должны перебросить, конечно, Харьковское и Сумское направления, а они двинутся на Часовьяр, на Покровское направление и быстро оккупируют Константиновку, Краматорск, Славянск и другие населенные пункты Донецкой области, завершают операцию на Луганском направлении. И частично, конечно, завоевают позиции на юге работе на Вербовое. Вот такая стратегическая задача стояла. Она полностью провалилась. Да, они частично зашли на Харьковское направление, не теми силами и средствами. Мы первую линию обороны не держали, отступили по ряду направлений. Но зато вторая, третья линия оказалась мощной. Мы стоим возле Волчанска, мы стоим возле Липцев, Старицы и других направлений. Вторая, третья линия уже подготовленная, более мощная и подтянутая резервы. Сменен командующий, эффективный боевой генерал, который эффективно организовал эту работу. Ну, соответственно, распорошив силы и не получив этого успеха на Харьковском направлении, противник не смог не тут развить наступательные операции, но тем более начать наступление на Сумы. А мы не сняли основные позиции с Востока и держим позиции. Тяжело, конечно, сейчас людей все-таки ушло на север Харьковской области, но отбиваем большие, большие, так сказать, контингенты врага, которые туда готовят для контрудара уже на Востоке, на первую очередь Донецкой области. Ну, соответственно, и тут просчитался. Поэтому я считаю, да, сложно, тяжелые бои идут, где-то маневрируем, но держим позиции и, самое главное, уничтожаем большие контингенты от 1200 до 1700 человек в день. За неделю это примерно 10-12 тысяч. Это громадные потери противника. Мы считаем, что дальше будут именно подрыв обороноснатности российских войск более существенны. Ну, то если останавливаться детально на Харьковском направлении, где удалось, да, как вы говорите, стабилизировать ситуацию, а что в Волчанске? Там продолжаются уличные бои сейчас? Да, сейчас в Волчанске, особенно если водораздел, это река, это более удобная позиция с нашей стороны. Враг любым способом зашел на окраины сейчас Волчанска, способом уничтожения всех, так сказать, сооружений, зданий, любых, так сказать, возможностей нашей защиты. Ну, и еще был элемент такой, знаете, эффективных, быстрых действий на первом этапе. Вот этот формат и позволим зайти. Мы укрепили позицию самого Волчанска, тем более, более выгодные в военном плане, и наносим постоянные удары. Вот даже там то, что они имеют определенные позиции в отдельных, например, домах или даже улицах, но мы их кроем огнем. Они спрятались, сидят. Считается, что они захватили или подкрепление дается по несколько там человек. Штурмуют 10-15, доходят к этим окраинам, например, 3-5 человек. И, соответственно, там прячутся, укрепляются, ведут определенные огневые позиции, держат. Но перспектив там нет. Новые-новые атаки. Сейчас изменили тактик, кроме наступления малыми группами и нанесения ракетных, артиллерийских ударов по нашим позициям. Это КАБы, сейчас это традиционная схема по городам и захвату городов. Это термобарические снаряды, которые типа солнца, пёк, которые создают не только огневое поражение, но и удары волновые, большие системы давления, как бы подавляя и органы чувств человека, или просто-напросто их дезориентируя, или, соответственно, на себя конкретные поражения жертвы. Но мы уже освоили этот формат, поэтому и противостоим и таким форматам. Но с другой стороны, разворачиваем и свои средства контрударов по этим огневым точкам противника. Это более эффективная модель, уничтожить его и ударные группы, и резервы еще в местах дислокации. На территории Украины, но и на территории Российской Федерации. Ну а помимо Волчанска, если говорить о других направлениях фронта, где сейчас самая сложная ситуация, где враг наступает большими силами? Ну еще, если заканчивая обзор Харьковской, например, то, конечно, Липс это ставится. Это там, где они пытаются еще продвигаться на сотни метров. Перспектив нет, мы там действительно держим позиции, контратакуем еще, подчеркиваю, по ряду позиций. Имеем определенный успех. Но самые такие тяжелые сегодня бои идут на направление Часов-Яр. Это то, что была основная цель захватить конкретно этот населенный пункт, высоты, дальше логистические пути, и развивая наступление с этого сектора, дальше на Константиновку, Краматорский, далее. И второй момент, это Покровское направление. Авдеевское, Покровское, где с другой стороны, они основные ударные силы. И, конечно, тут идут самые жесточенные бои, большущие потери со стороны россиян. Но они пытаются метр за метром где-то продвигаться, где-то именно вырезаться в наши позиции, утюжить определенные населенные пункты, где мы еще держимся, или укреп позиции, чтобы там не было ничего готового, и нет даже возможности где-то зацепиться. Ну и, соответственно, на этой основе продвинуться стоп 200-500 метров. Вот сегодня такие задачи пошагово двигаться вперед. Мы эту тактику также осваиваем, где-то маневрируем, например, возле Уманское, если мы этот блок отходим, но с другой стороны и укрепляем позиции, или наносим контрудары в других секторах в этом же регионе. Поэтому идет такая между нами, врагом, и врагом огневая мощная дуэль. Контратаки идут с нашей стороны, и позиции держим. Но, конечно, очень тяжело, потому что нужно подтянуть и с одной стороны резервы. Более эффективное средство, которое мы сейчас получаем от наших союзников, для того, чтобы бить врага не только на поле боя непосредственно, а самое главное на нуле, на ближнем, при фронтовой зоне, где они концентрировались, еще не вошли в боевые порядки. Ну и, конечно, на этапах логистики. Это 30, 80 и до 300 километров. Это то, что по всей глубине оборваны их наступления, по всей глубине движения войск и концентрации, мы можем уничтожать их большущие резервы и галять их не фронт. Это перспектива, я думаю, ближайших недель. В России заявили, что пока не будут менять пленных. В то же время в Украине готовятся открыть очередной лагерь для них, ведь очень многие выбирают жить и сдаться в плен, а не выполнять преступные приказы. Почему, по-вашему, россияне не ведут обмены? В первую очередь, Россия всегда деструктивно относилась к обменам. Им необходимо поставить нам определенные условия, и в том числе не менять. Понимаю, что где-то родственники будут выступать в Украине с протестами. Некоторые движения идут, но не с протестом против государства, а в целом против того, что Россия удерживает пленных. И наряду с массированными ударами и террором в отношении населения и вызвать панику и, соответственно, большой боязнь людей. И, с другой стороны, это родственники пленных, которые также могут подниматься и требовать именно... Ну, обмена понятно, но обмена же не будет. Поэтому мира. Мира на условиях России. Это общая стратегия. Надо пытаться наступать, показать угрозу захвата территорий, наносить удары типа по Харькову ежедневно по другим населенным пунктам, уничтожая мирное население. И третий формат – это манипуляция своепленными в плане их обмена и поднятия определенной силы на протесты Украины. Ну, а дальше уже стратегическая задача. Будут давить, кроме украинцев, чтобы внутри они поднялись, на наших партнеров с Запада. Поэтому, видите, перспектив нет, война затягивается, жертвы большие, мы готовы, но только на условиях России. И, конечно, в этой ситуации это очень мощная работа с Китаем, Турцией, Бразилией, Индией, чтобы они так же и на Запад давили, и на нас, чтобы мы соглашались на условиях Российской Федерации. Вот сейчас такая и конкретная ситуация с пленными, и геополитическая составляющая, которая используется в таком циничном плане. Украинская армия использовала с разрешения властей Великобритании дальнобольной ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом заявил агентство Bloomberg советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак. И, кроме того, он заявил, что Украина разрабатывает свое собственное дальнобольное вооружение. А что это может быть за оружие, и на что способен сейчас украинский ВПК? Ну, первое, считаю, что Дэвид Кэмерон, министр страны, где дал добро, пребывая в Украине, это уже был плюс большой. Мы используем по всем территориям Storm Shadow, Крым и оккупированных, а теперь уже и по России. Это большие возможности. Но мы поддерживаем ее особенно с начала войны, да и до войны, чтобы наш ВПК выпускал тактическое вооружение. Это КБ, например, луч. Это и противотанковые ракетные системы, лучше, чем «Джевелин». Их могут быть десятки тысяч выпускаться. Это для каждого практически бойца нашего, который может вычитать танки, БТР, БМП, ракетные системы и все остальное. Тогда это ракеты средней малой дальности от 300 до 3000 километров. Это наши возможности реальные. У нас уже они есть. Мы бьем и по наземным целям до 3000 километров, и водным. Оликсы, например, которые уже неоднократно использовались для нанесения ударов по кораблям. Это конкретные примеры. Это не где-то еще в теории разработки. Хотя мы давно их разработали, десятки лет назад. Это должно быть полнокровное. Тысячи, тысячи штук этих ракет, а не просить британцев до 300 километров, тем более Атакамс также до 300 километров. Это наши. 3000 километров. Есть разница. Десять раз. И следующий формат. Мы знаем КБ Южное. Покупали ракеты до последнего времени. И американцы. Это большие программы. Наземный старт, Зенит, Морской старт. Где на наших ракетах запускали спутники. Они летают до пятной ракеты 15 тысяч километров. Стал туда очень мощный заряд. Тона, две тонны. И долетит до Владивостока. Вот это перспектива. И стратег пром, да он быстрее шевелится уже давно. Эти ракеты должны быть в строю и бить врага на всей территории России. Аж до Хабаровска, Владивостока, соответственно, Сахалина. Ну, а это пока, к сожалению, на стадии разработок. Я готова. Готова. Не разработки. Я имею ввиду не только эти ракеты. Вообще в целом, вот то, о чем говорил министр, в целом есть другие разработки. Это уже готово. Но по врагу нужно бить уже и сейчас, не только по Хабаровскому краю. Да, мы видим атаки, которые происходят атакамсами. И все больше стран дают разрешение это делать. Но вот Соединенные Штаты Америки пока молчат. Как вы полагаете, что должно случиться, чтобы был найден вот этот договор, консенсус и снят запрет на удары западным оружием по целям? Потому что и говорит об этом Джо Байден, что нужно эти жесткие меры принимать и разрешить Украине все-таки атаковать цели на территории Российской Федерации. В первую очередь, это стратегическое понимание, что именно разрешение бить по территории России это уничтожение конкретных военных объектов, которые ведут агрессивные удары по Украине, по гражданскому населению. Это акты террора. И в соответствии с международным правом террорист должен наказан любыми средствами. И те, которые поставляют наши союзники. В соответствии с уставом ООН, страна, которая подверглась агрессии, может получать любую помощь и использовать любые виды вооружения. Поэтому ограничений и в международном формате, и в отношении террориста нет. Наоборот, он декларировал, что это мы имеем право. Вторая составляющая это реалии. И в договоре, что не будем бить, потому что американцы, и особенно немцы, остерегались. То есть постепенно меняем ситуацию. Не только ситуацию на фронте, но и конкретно глубокая оперативная работа с руководством. Я сам общался долгие месяцы все с республиканцами. И пакет пришили. Демократы, понятно, они поддерживали поддержки уже 61 миллиард. Это большая условия. Хотя не предполагалось. Не хотели. А теперь и сам Трамп говорит, я в начале войны начал бы атаки Москву уничтожать. Это уже смена республиканцев. Джонсон, глава Конгресса, также уже поддержал пакет. Теперь уже говорит, да, дать добро. А теперь Энтони Бринкенс, который мы очень давно знакомы. Он и в Киеве, и в других местах. И вчера сказал, что Украина нужно корректировать ситуацию с использованием вооружения. И уточнили вчера ночью. Уже по-нашему было. А как это так? Это бить по территории России? Он говорит, да. То есть он, да, конкретно это госсекретарь, который официально выражает позицию в Соединенных Штатах Америки. Точно так же и вчера Шольц, который очень осторожный, боялся эскалации. Это была основная мотивация. Его полинеразведки и Шольца, и Байдена россияне предупреждали. Если будете давать добро на удары по России, это будет считаться состоянием войны. Такого ничего нет и близко. Поэтому сейчас и меняет позицию и Шольц, и буквально вчера говорит о том, что уже да, мы готовы смотреть, и Украина может бить по тем милитарным объектам, которые наносят удары по территории Украины. Еще не твердо, но уже лед тронулся. И поэтому, я думаю, ситуация изменится. Ну, то действительно, возможно, если Соединенные Штаты Америки покажут пример, то и другие страны поддержат. И, возможно, Шольц таки даст Украине таурусы, о которых так много говорилось в последнее время. Николай, благодарим вас за то, что присоединились к нашему эфиру. Николай Маламуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины, был на связи с Фридомом. Хорошего дня. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридом, чтобы не пропускать главного.